...черными, то выигрываю потому, что я Боголюбов. Ефим Боголюбов, гроссмейстер. Да, ну да, отправь все юристам. Пусть они проверят по пунктам. Я перезвоню. Объясни. Что? То, что ты видишь. Что, за мной следили? Не за тобой, за ним. Я хочу знать, зачем ты встречалась с этим человеком. Ну, они предложили вложиться в их проект. Там какие-то у них проблемы с документацией. Я отказалась. Я не понимаю, почему ты мне устраиваешь допрос? Потому, что ты врешь. Про это, говоришь. Ну, и какой проект тебе мог предложить вор в законе, который торгует оружием и наркотиками? Эти фотографии домной директора ФСБ. Ты понимаешь, сам директор ФСБ? Он спросил меня, что может быть общего у моей жены и у какого-то урки поганого. Ты понимаешь, в какое дерьмо ты влезла? И меня еще за собой тащишь? У нас за меньшие погоны снимают. Наташа, посмотри на меня. Наташа, посмотри на меня. Я хочу узнать правду, какой бы она ни была. Я пыталась тебе сказать, но ты не хотел слушать. Сказать что? Ну, говори! Расволено! Это я его заказала, слышишь? Я! Как? Заплатила им деньги. Чтобы они нашли его и убили. Я думала, что об этом никто никогда не узнает. Что же ты наделала? Паша, а что мне было делать? Что мне было делать? Сидеть дома и ждать, пока Смолин явится сюда? Ну, ты вспомни, сколько мы всего пережили. Ты вспомни про Артема с Дашей, про Юль. Я же тебе сказал, что я сам разберусь со Смолиной. Но ты месяцами за ним бегаешь, и ничего не происходит. Ничего! Паша, я понимаю, что я совершила ужасный поступок. Но я не могла больше сидеть и ждать. Я хотела уберечь нашу семью. Из-за тебя погибла ни в чем не повинная девушка. И чуть не погиб маленький ребенок. И после этого ты хочешь найти этому оправдание? Какой ребенок? Сын Смолина. Он тоже был в той машине. Паша. Ну, ей-богу, я... Я дала им денег только, чтобы они нашли Смолина и его убили. Я не хотела, чтобы еще кто-то пострадал. Я клянусь тебе. Какая разница, чего ты хотела? Никого уже не вернешь. Паша, я прошу тебя, не уходи, пожалуйста. Ну, я прошу тебя, ну, давай поговорим, Паша. Ну, пожалуйста, ну. О чем поговорим? О спасении твоей души? Нет, ну... Прости меня, я... Я проклинаю себя за то, что я сделала. Паша, ну, не уходи, пожалуйста. Ну, я про... Паш, ну, по... В общем, как я и думал, воспаление легких. Черт. Что теперь делать-то? Ну, хуже ему не становится. Тоже хорошо. Продолжать лечение, что делать? Как я теперь его повезу? Нам же валить надо. Да никак. Не рискуй, если ты не хочешь сына потерять. Да. Леша, это самое... Завтра жена возвращается. Ну, сам понимаешь. Ему здесь никак нельзя больше оставаться. Не знаю, ты говорил. Хороший ты мужик, Ланчак. Не раз нас вручивал. Помоги. Или просто даже обратиться некому. Помоги, посадь не раз. Леша. Я сделал все, что ты просил. Что ты еще хочешь? У тебя наверняка есть в больницах знакомые. Или в клиниках частных. Поместите для Пашку, чтобы на глаза не попадался. Чтобы в вопросах лишних не возникало. Ну, не знаю. Может быть, и можно так сделать, как ты говоришь. Только кто за ним там присматривать будет? Лед, ты... Ты ведь врач. Ты ничем не рискуешь. Назови сумму, заплачу сколько захочешь. Ну, тысяч двадцать долларов. Тут даже больше. Главное, чтобы он поправился. Ну, ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малышка, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Диана. Что? Будешь Ника. Как скажешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ника, люби меня, девочка моя. Тебе хорошо со мной? Очень хорошо. Что случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то остальное у меня, ну? Почему? Почему? Почему ты ушла? Почему никак? Почему? Почему никак? Псих! Совсем рыхнулся. Заплати, ты обещал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соединитесь с полковником Беловым. Это важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белов, слушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, говорите, кто это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем ты звонишь мне? Хочу поговорить с тем, кто меня понимает. Я тебя не понимаю. Нет, ты тот, кто понимает. Ты тот, кто понимает что со мной? А что с тобой? Что, совсем хреново одному-то? Без друзей, без любимой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скажи, Белов, зачем тебе все это? Зачем ты охотишься за мной? За 40 тысяч зарплаты? Ну, во-первых, не за 40. Во-вторых, я бы это делал и бесплатно. Людей надо защищать. Зачем? Что тебе до них? Ты что, герой, да? Ты готов семью свою подставить под пули, лишь бы только защищать тех, кого ты даже не знаешь. Чужих. Иногда даже не самых приятных людей. Да ты в натуре герой. Сколько их ты убил, Смолин? Много, наверное? Не знаю, не считал. Считал? Еще как считал. Был бы ты тупым быком, я бы тебе поверил. Ты не такой. С 42 человека вместе с войной, ты тех, кого точно набух. Тебе это нравится, да? Я знаю таких, как ты. Когда они это делают, они думают, что у них есть силы. Возможно. Это не сила Смолина, это бессилие. Вот если бы ты хоть раз в жизни попытался спасти хоть одного человека, ты бы понял, что такое сила. Вот это реальная сила. Это лучшее ощущение, какое может быть в жизни. И если я за свою жизнь смогу остановить хотя бы одно такое чудовище, как ты, это будет лучшее, что я сделал в своей жизни. Тебе скоро предоставится такая возможность. Что это значит? Ты что-то задумал? Скоро знаешь. Я думала, ты не вернешься. Паша, выслушай меня. Если ты считаешь, что я виновата, я готова ответить за все. Мне нужно, чтобы ты меня простил, мне больше ничего не нужно. Если хочешь, арестуй меня. Я приехал для этого. Мне сегодня звонил Смолин. Его звонок напугал меня, он становится неадекватным. Как будто он раньше был адекватным. В этом дело он реально сошел с ума, и от него сейчас можно всего ожидать. Я боюсь, он скоро нанесет удар. Господи. В общем, я заехал предупредить, нужно готовиться ко всему. Я усилил охрану дома, нашу личную охрану. По возможности сократи свои выезды в город. Возьми это и всегда носи с собой. Может быть, тебе уехать на время? Нет, я останусь. Только так я смогу покончить со Смолином. Скажи мне, что ты себя обезопасил. Как никогда. Но если человек решил убить, и для этого готов погибнуть, тут никакая охрана не поможет. Да, я не думал, что когда-нибудь скажу это. И если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы Лерка знала. Она самая большая радость в моей жизни. Всегда ей было. Подожди. Ты не останешься? Нет. Так водка какая? Назалия Кравцова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Хорошо прикрытый. С улицы не подобрался. Здание совсем новое. Практически все офисы свободны. Выбирайте любой. Все они примерно одинаковые планировки. Очень удобные. Меня все устраивает. Какой этаж хотите? Этаж? Этаж. Погодите, я должен посоветоваться с шефом. Добрый день, я вас слушаю. Здрасте, это курьер. Документы принес на подпись. Вы на каком этаже находитесь? Пятый, шестой. Пятый, шестой? А я думал, на четвертом. Нет, на четвертом другая компания находится. Ютубанс Аут. Так мне туда и надо? Тогда обошиблюсь номером. Звоните в фарму инвестмент. Ой-ой-ой, простите, пожалуйста. А то в интернете телефон на ваш адрес висит. Спасибо, извините, пожалуйста. Привет, Катюш. Вов Баран. Что случилось? Да какой-то курьер звонил. Хотела вам документы чужие отдать. Обошибся адресом. Ну, ты же знаешь, кого у нас курьеры берут. А пятый? Пятый лист, шестой этаж, свободный? Шестой уже занят. Есть пятый? Отлично. Беру. Авансный вису прямо сейчас. Тогда же мне нужны ключи ремонта. Надо успеть сделать. Конечно, конечно. Можете хоть сейчас начинать. Попалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Далековато будет? Триста метров. Самое но... Самое но для чего? Для СВД. стекло пробьет ли не броня пробьет что что ты стрелять ты из нее умеешь вот круглый умел круглого с нами нет поэтому придется это делать с вами понял алло здорово ланчок это я как себя паша чувствует да вроде лучше сегодня температура стала падать хороший знак прошел про меня да я ему сказал что-то приедешь само собой просто не знаю когда вообще ладно перезвоню видел им честника по ходу дежуре том здание зачем он тебе может пригодится надо бы его завербовать нужен свой человек в том здании да похоже ты начал действовать методами чекистов какая разница главный результат все оправдывает средства и СТУК В ДВЕРЬ Эй, что с тобой? Тихо, тихо, тихо. Лекарство уронил, брат. Давай, давай скорую вызову. Не успею. Аптека вон. Лекарство купи. Лекарство купи. Как называется? Как называется? Любое от асмы. Любое от асмы. Погоди, жди, жди. Девушка, здрасте, у вас есть что-нибудь от асмы? Что именно? Что-нибудь. Пожалуйста, пожалуйста, быстрей. Там человек задыхается. Вот, пожалуйста. Сколько? 380. Все, спасибо. Легче? 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 Спасибо. Прошу и спас. Легче. Так работа у меня такая. Меня лёгка зовут. Юра. Юр. На, держи. Ты чего? Не-не-не. Не надо, не надо. Не надо, как-то не надо. Ты мне жизнь спаса говоришь? Не надо? Ладно. Давай выздоравливайся. Слышь, Юр. Юр. Ты сейчас всё, тебе что делаешь-то, а? У тебя время-то есть? А что? Ну, иди сюда. КАШЕЛЬ А чего пивком тебя угостить? Или чего покрепче? Должен же я как-то спаситель своего отблагодарить или нет? Ну, я не знаю. Чего не знаешь-то? Чего самому-то можно вообще, нет? Конечно. Я же не язвенник, а я астматик. КАШЕЛЬ Ну так как, бухнём? Да... Достала меня уже эта... Пожарка. Давно, когда только начинал. Раньше хотя бы ксивы ГУВДшины были. В случае чего можно было, не знаю, отмазаться по мелочи, понимаешь? Сейчас МЧС, ну... Чего это такое, а? А чего не уйдёшь ты, Юр? У ребёнка деньги нужны. Недавно в школу отправили. В школу? Да. Тебе сколько лет-то? Воспять. Да-да-да. Рановато смастерил. Как говорится, по залёту женился, без залёта развёлся. Тут и я и смотрю, тебе жена домой не тащит. Холостяк. Да, ясно. Ты чем занимаешься? Да я менажёр. Спасибо. Сигнализации, датчики, камеры разные. Ну и прочую фигню. Ну... Кстати, в вашем здании я как раз к вам и шёл. А-а-а. Когда у меня приступ случился, я... СМЕХ Да, хренатень-то ваше часто ломается. Ха-ха-ха, я тебе должен сказать, материться. Я ж только продаю. Занимаются у станок и другие люди. Давай. А много их там? Кого? Ну, камера. Ну, так. Есть. Есть. Ну... А ты много бабла поднимаешь? Да что там поднять-то? Поднимаю. Тачку в кредит взял. На хорошую жертву. И выпивка хватает. А так... А мне-то больше не надо, понимаешь? Ну, давай. Давай. За тебя. Больше не болей. КАШЕЛЬ 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 А ты как работаешь? По смене? Ну... Три смены и одни сутки в неделю. Завтра как раз на эти сутки в ночь. Три смены и одни сутки в неделю. М-м-м, понятно. ТАРАБОЛЬ О, здорово. Привет. ТАРАБОЛЬ 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 Да ладно, не парься не ищи, вот он. Ты когда в такси садился, обронил видимо. А я нашел. Ты уже уехал? Спасибо. Велком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, Лёха, спасибо тебе. Спасибо. Что, может, чайку? Не откажусь. Там башка сегодня какая-то вообще никакая. Слушай, Йорк, я что с утра-то подумал? Мне один жадкий понадобится, мало-мало. Хочу свою кобылу вывезти, отдохнуть. Ну да. Чувствую отдохнуть-то у неё не получится. Эй, Артём, будет отрабатывать путёвочку. Темка она в голову пришла. Ты говоришь, камера постоянно ломается, да? Да. А если по ним все сразу навернулись, а? Ну, там проводка или что-нибудь, система, диски какие-нибудь. Раз и всё. Этим из администрации бы пришлось нам заказ сделать. Так. Чем больше заказ, тем лучше. Потом мы можем цену звинтить, потому что мы всё здание оборудовали, всё там знаем. Так. Единственное, надо, чтобы без подозрений проводка там раз, например, и краснула. Ты знаешь, как это сделать? Ну, это несложно, если ты мне поможешь. Половину от слюнявлю по-свойски. Ты же мне вчера жизнь спас. Нет, ну лава-то, конечно, нужны. Но чё-то как-то стремновато. А если за жопу возьмут? На Колыму отправят. Возможно, расстреляют. Я тебя умоляю, увольнение – это максимум, что может быть, и то на это шансы минимальны. Я тебя прошу, старик, давай заработать, мэр. Потом вреда-то никому нет. Только польза. У здания камеры будут новые. Не ломучие. Ладно, убедил. Ну а чё от меня-то потребуется? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего у тебя там, техника? Чего, так много, что ли? Ну, надо же всё аккуратно сделать. Чего ты её начинаешь нервничать уже. Ну ладно, нам сюда, давай только тихо. Здесь же нет камер? Нет, на этой лестнице нет. А ночью много людей вообще? Я ищу два охранника. Непрестно. Милов, я знаю, что ты слушаешь этот адапт ответчик. Я тебя очень прошу, позвони мне. Мне очень нужно с тобой поговорить. Я не знаю, имею ли я право просить тебя. Но прости меня, пожалуйста. Мне очень тяжело. Я прошу не ради нашей дочери, это было бы нечестно. Ради самой себя. Прости меня. Паша, позвони мне, пожалуйста. Я буду ждать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Звоните, когда освободитесь. Да, как обычно. Доброе утро. Здравствуйте, Анталия Егеровна. А тут звонил мужчина два раза, представился. Дмитрий Ваченко, первый вице-президент постинтека. Нефть? А что он хотел, не сказал? Сказал, что перезвонит. Здравствуйте, Екатерина, фарминвестмент. Слушаю вас. Да, она как раз подошла, сейчас я вас переключу. Разъединилась. Не знаю, может, сейчас перезвонит? Ну, хорошо, я у себя, если что. Вместе в Мишке были челами дома-нибо. Нипочем, никогда бы не подумали так высоко строить дом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, я в 501-ю. Нужно проверить пожарную сигнализацию. Сейчас нельзя. А там Анталия Егеровна, я позвоню. Не надо. Почему? Просто не надо. Останьте. Ну куда? Нужно проверить. Нужно проверить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сука! С боку попало. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 У нее муж она жива? Да. Три огнестрельных ранения. Большая кровопотеря. Наташа! Наташенька! Она не слышит вас! Скорее, время дорого! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как? Владимир Ильич, в здание он не входил. Здесь система контроля, пропусков, и мы дежурили постоянного входа. Тогда объясните мне, как? Я уже ничего не понимаю. Он что, колдун, что ли? Он был в здании с ночи. Что? А камеры видеонаблюдения? Он начал вывел всю систему видеонаблюдения из строя, сделал так, как будто это была поломка. Они весь день я сегодня ремонтировал. И что, вас это не насторожило? Нас? Вы думаете, администрация комплекса нас о чем-то предупредила? Их это не насторожило. Идемте! Денисов, узнайте ситуацию. Есть. Он вошел и прямо с порога начал стрелять. Вот нельзя от его ТТшника. Она тоже стреляла. Пока была в сознании, сказала, что два раза попало ему в грудь. Но, видимо... Было бы ранее жалеть. Он готовится, когда идет на дело. Не помог я ему пистолет. Да вы что, Павел Дмитриевич? Если бы нет пистолета, все было бы совсем иначе. Мне сказали, что ты здесь. Кто это? Да вот. Пустил в Смолину здание. Потом помог отключить камеры наблюдения. Паша, подождите, да подождите! Я вообще на самом деле не знал, кто он такой есть. Просто думал, обычный какой-то человек, понимаете? Мы с ним совершенно случайно на улице познакомились. Ему стало плохо, я ему помог. Потом пошли в бар, пухнули пару раз. Все, все. Я не знал, что он какой-то там... Вербовка, знакомая тактика. А потом он напоил его чем? Чай просто. Чай выпили. Просто вырубил. Я проснулся. Формы нет, никого нет. В здании сирен. Что случилось-то? Молись, чтобы ничего не поправить, он будет! Все, все! Все, все! Все, успокойся. Приведите его в порядок. И узнайте все, что можно. Я в больницу. Есть. Где она? Готовят к операции. Вот доктор. Куда? Я муж, доставленный с пулевыми ранениями, как она. Состояние стабильное, тяжелое. Пули прошли на вылет, но сломали кость. Требуется операция. Мне нужно поговорить с ней, доктор. Очень нужно. Она в сознании? Да, но только очень недолго. Наташенька, ты меня слышишь? Наташа, держись. Держись, пожалуйста. Ты же очень сильная. Убрать маску? Уберите, пожалуйста, маску. Паша, я боюсь. Ну не бойся, ну что ты, все будет хорошо. Все будет хорошо. Паша, я с тобой, я рядом. Паша, ты за меня. Ну что, ну перестань, ничего не за тебя. Я тогда с горяча сказал. Ты мне нужна, ты мне очень нужна, Наташа. Он специально, Паша. Ну, конечно, специально. Он же пришел, у него был план. Он мог меня убить, но он только ранил. Он специально узнал, что ты, что ты, это ловушка, Паша. Это ловушка. Маску, кислородную маску на лицо. Где? У лестницы. Надо убирать тебя отсюда. Обе ноги. Ничего, держи. Поехали. Назвони нашим. Пусть все перекроют. И людей сюда. Он скоро свалит. Есть. Я попробую его задержать. Давай. Смолин! 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 Как тебе моя комбинация? По-моему, идеально разыграно, нет? Шаг к белому королю. У-ху! А, Белов, ну иди же сюда! Иди же, потому что через минуту я отсюда проваливаю. Ну давай, рискни! Потому что такого шанса у тебя больше не будет! Рискни, Белов, ты же мужик! Сука! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сука! Стоять! Стоять! Просите. У него оружие. Он там всех убил. Я из... Я из ВСБ. Не подпускайте его. Он не врач! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы потеряли еще одного товарища. А Смолин опять ушел. Когда там твой в месте, майор, сидел капитан Климов, наш товарищ, друг. И я кричал на него, когда... Когда опергруппа не смогла взять Смолина. Мне казалось, что они не до конца выполнили свою работу. Мы могли бы взять его. Артем тогда сказал, что ему везет. И это задело меня. Сегодня я ни в чем не могу упрекнуть вас. Смолин осуществил свой план, и это я не смог его просчитать. Он готовился к проникновению в больницу. И у него был план отхода. Поэтому он остался непойменным. Товарищ полковник, при всем моем уважении, мы работаем. И мы его прикончим. Мы пытались атаковать его. Искать. Надо было защищаться. Павел Дмитриевич, сейчас Наталью Игеровну перевезли в ведомственную клинику. Она в полной безопасности. Ладно, хватит. Сейчас не об этом. Я понял, в чем ошибался Артем. Дело не в том, что Смолину везет. Нет. Мы имеем дело с аномалией. Такие люди, как Смолин, преступниками не становятся. Он слишком умный для этого. Преступниками становится не столько умный, сколько хитрый. А Смолин со своим интеллектом мог зарабатывать в 10 раз больше. Причем абсолютно законным путем. Ну и что же ему помешало? Случайность, которая закинула его в Легион, где он получил профессиональное образование. Убивать. Его моральные границы были стерты. А уникальный интеллект остался. А это все равно, что гоночный автомобиль без тормозов. И что теперь? Вы считаете, что мы не сможем его поймать, ликвидировать? Да я вас умоляю, не так уж давно все это длится, если подумать. Вон некоторые в федеральном розыске по пять лет прячутся. И что, они такие же уникальные? В итоге все равно всех находим. В том-то и дело, что они прячутся. А этот нападает. Интеллект одного человека против всех нас. Это гений. Причем совершенно определенно, что он сошел с ума. А опаснее, чем гений, может быть только сумасшедший гений. Продолжать это бессмысленно. Все это неправильно. Вы о чем? Сегодня после всего этого я был на встрече с начальством. В результате перестрелки в больнице погибли два человека. По сообщению официального представителя ФСБ, начальник следственной оперативной группы по этому делу подал в отставку. В ближайшее время дело будет передано другому следователю. Ни хрена себе! СМЕХ СМЕХ Даржи, я думал, что он железный. Такая отставка меня не устраивает. Никуда этим не вернешь. Хочешь лапшу? Да нет, спасибо, родной ешь. Скоро заберу Пашку. Уедем из этой страны. Не хочу ничего помнить. Не хочу ничего помнить. Не могу уехать. Не могу уехать, зная, что он жив. Ненавижу его. Просто глупо. Ненависть тебя погубит. Она убивает разум, а все, что убивает разум, плохо. Возможно. Но по-другому я не могу. А ты? Я как ты. СМЕХ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМЕНЬЭworth, ты, я не могу, ты. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМЕНЬЭЦАНСКОМЕНЬЭЦАНСКОМЕНЬЕ! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМЕНЬЕЕ! Продолжение следует...